Продолжение следует... Когда-нибудь выйдет подборка моих психологических тем, придется назвать ее «Нет слов». Думаю, хорошее название. Я попробую донести свою мысль несколькими разными способами, через аналогии. Думаю, что вы поймете, о чем я. Вы все наверняка встречали это явление, просто как бы не выделяли его из общего потока. Оно сливается с фоном, и, опять же, воспринимая его как воду, большинство его просто не видит, как рыба в воде. Поэтому и названий не дает. Итак, аналогия первая. Английский термин «back channels». «Back channels» обычно переводят чем-то вроде «неофициальных каналов». Это термин из политики и означает обычно улаживание всяких сложных международных или там дел высокого порядка через неофициальные каналы. То есть, например, по аналогии того, что иногда показано в карточном домике, вместо того, чтобы организовывать сложную встречу на высшем уровне двух первых лиц двух разных стран, можно договориться об основных вопросах по телефону. А то, о чем по телефону нельзя договариваться, обсуждается в личной встрече. Только встречается, например, жена президента одной страны и какая-нибудь там племянница или племянник, премьер-министра другой страны. И они без камер, без свидетелей, с минимальным количеством сопровождающих, разговаривая в приватной обстановке, решат какие-то большие вопросы. И то, о чем они договорились с закрытыми дверями, потом появляется в новостях как какая-то договоренность или там договор, которые были заключены на высоком государственном уровне. Торг в таких вопросах идет какими-то вещами, которые нельзя озвучивать публике. То есть, внезаконные уступки, нелегальные товары, обмен людьми, какими-то гарантиями, какими-то уступками на территории третьих стран и так далее, и так далее. Вот что такое Backchannels. Вторая аналогия, и она, наверное, гораздо ближе к теме, это сообщество под названием Benet-Jezeret, которое описано в книге Фрэнка Херберта «Дюна». Если вы смотрели хотя бы одну из экранизаций, старую или новую, то в обеих Benet-Jezeret показаны, хотя не очень раскрывается, в чем их роль, в чем их цель, и как они работают, собственно. Я подозреваю, что Фрэнк Херберт списал идею Benet-Jezeret просто из наблюдения за миром вокруг себя. Я думаю, что он увидел это явление, название ему дать не смог, ткнуть пальцем в какую-то конкретную вещь и сказать «Вот оно» тоже невозможно в реальном мире, поэтому он изобразил его в таком символическом виде, в типо фантастической книги. На самом деле фантастики там довольно мало. Собственно, фантастика – это бантики, а все ядро очень земное, реальное, понятное. Кто такие Benet-Jezeret по Херберту? Это женский орден, в каком-то смысле некая альтернатива рыцарскому ордену, в каком-то смысле монашескому ордену, но в целом это закрытая женская иерархическая организация со ступенями посвящения, такая альтернатива церковной иерархии, но при этом полностью женская. Эта иерархия имеет сверхцель и очень сложно разработанное учение, уходящее корнями в историю. Цель – рождение сверхчеловека, точнее, выведение сверхчеловека, причем это должен быть мужчина, и, что важно, подконтрольный им мужчина. То есть мужчина под своим возможностям превысит все, что умеют делать женщины в этой организации, а они умеют делать очень много, но при этом будет делать то, что нужно им. Это, видимо, примерный аналог понятия о настоящем мужчине, когда о нем говорят наши современные женщины. То есть чтобы он был намного сильнее, умнее, богаче и так далее, и меня, но при этом делал все то, что мне нужно. Как Бенеджезерит выводит сверхчеловека? Они занимаются целенаправленным скрещиванием и выведением. Только если какой-нибудь заводчик в основном скрещивает всяких там особей, то эта организация в силу своего размера и масштаба деятельности и смысле пространства, и смысле времени способна скрещивать между собой целые аристократии с разных планет, как они их там называют, дома. Для этого, во-первых, Бенеджезерит обладает собственной школой и образованием. То есть оно не просто производит каких-то там женщин-послушниц, оно готовит к определенным ролям, готовит очень хорошо, то есть каждая их фигура, как в шахматах, это очень серьезно подготовленная личность, способности, которые превосходят далеко любого из мужчин, с которым она будет скрещиваться. И такая женщина должна быть достаточно яркой, чтобы ее можно было при необходимости подложить и под наследника престола, и под царя или короля, ну и помельче цели тоже, когда это нужно. Во-вторых, Бенеджезерит обладает целым спектром того, что мы сегодня называем репродуктивными технологиями. Эти женщины могут беременеть и не беременеть по собственному выбору, могут рожать детей только определенного пола, только в определенное время. В общем, встраивать детородный процесс в глобальную схему скрещивания, строго в соответствии с предписанными свыше инструкциями. То есть глава какого-нибудь дома может думать, что у него там снизошло благословение, и появился сын. На самом деле, за редчайшим исключением, сын или дочь появляются не случайно, а тогда, когда было приказано. Король может думать, что он влюбился в какую-то необыкновенную женщину, и она стала его наложницей. На самом деле, наложница попала в нужное место, в нужное время, совершенно не случайно, а потому что так было запланировано. И родила того, и тогда, когда это тоже было нужно. Но эта информация от короля закрыта, и это ближе к тому, о чем я собираюсь говорить. Потому что, в-третьих, наверное, главная тайна, которую хранит Бене-Джезерит, это, собственно, схема скрещивания линий. И даже в самом Бене-Джезерит не все знают, чья линия с чьей скрещивается и почему. Эта информация только для высокопосвященных уровней. Собственно, одна из интриг в книге, которая раскрывается в первом томе, что у герцога, который является смертельным врагом с главой дома Харконенов, есть наложница. Наложница в итоге рождает сына, который позже оказывается тем самым сверхчеловеком. Но наложница, как выясняется, при не совсем хорошо запланированных обстоятельствах, является родной дочерью этого самого злейшего врага Харконена. Причем сама она об этом не знала. И сообщает ей об этом сын, когда у него буквально открываются видения, открываются глаза. Он становится практически тем, кого мы в нашем движении называем прозревшим мужчиной. Ему начинают приходить такие видения, чем-то похожие на сон или галлюцинацию. И одно из первых откровений, которые его посещает, то, что он внук этого самого страшного врага. Возможно, Фрэнк Херберт таким образом протащил отношения между мужем и тестем. Тихи. Но пойнт не в этом. Пойнт в том, что кроме этого прозревшего мужчины и тех, кому он открывает свои знания, все остальные мужчины пребывают в полном невидении от того, что происходит, так сказать, в параллельной вселенной. То есть мужчины живут в некой такой иерархии, там какие-то дома, аристократии, армии, мир, война, борьба за ресурсы и так далее. Но все это пронизано такой параллельной системой властных связей. И когда это нужно, это параллельная властная система, которая не видна невооруженным глазом. Если ей нужно, она скрещивает между собой два дома. Если ей это нужно, то она может заставить один дом уничтожить другого и подыграть в этом процессе. Герцог может думать, что у него там война, борьба. На самом деле его жизнь давно предрешена, все вопросы уже расписаны и все флуктуации идут только в деталях. И его жена, то бишь наложница, давно в курсе, что его смерть предрешена и даже знает примерно, как она предрешена. А когда представители Бенеджезерит приходят подвергнуть взрослого же сына смертельно опасному тесту, из которого шансы выйти живым были очень небольшими, то в общем они делают это почти пинком ноги, распахивая дверь в королевские покои. Типа все это делается во имя шансы на спасение, но сам факт остается фактом. Я думаю, что вот эту роль, хранительниц такого скрытого знания, фоновых, силовых линий и власти, которая во многих аспектах превосходит всю мужскую власть, какая там описана, думаю, что эту картину Фрэнк Херберс писал с реальной жизни. Вот, например, такая зарисовка из моего личного семейного опыта. Через некоторое время после свадьбы, сейчас не могу точно сказать, сколько прошло времени, но, наверное, в районе года, появился очень любопытный эффект. Я стал иногда в разговорах от жены узнавать вещи о своем детстве и о своем прошлом, и о своих родственниках и предках, которых мне прямо никто никогда не сообщал. И само по себе это не было бы чем-то удивительным или особенным, если бы речь шла про какую-нибудь мелочь. Типа, кому какая музыка нравилась, кто какую шляпку носил, там, не знаю, кто каким спортом занимался. Нет. Через канал жены я начал получать иногда крайне значимую информацию, которая буквально переворачивала всю картину семейной структуры в моей ветке. Что такое значимая по-настоящему информация? Ну, например, информация о том, что какой-то ребенок на самом деле не является кровным ребенком того, кого он думает, является ребенком. Или, например, что примерно в то время, когда этого человека зачли, у мамы было два или три постоянных поклонника, и, строго говоря, она не знает точно, от кого он появился. Или, например, знает просто в силу внешнего сходства, но это чисто случайность. То есть мог бы быть и другим. Похожим образом, информация о том, что кто-то из членов семьи имел проблемы по части алкоголя или наркомании, или психических отклонений и проходил лечение по этому вопросу. Или, например, имел судимость. И за что судимость? Или имел попытку самоубийства. И на каком фоне эта попытка самоубийства произошла? В общем, целый ряд категорий критически важный для понимания ситуации информации, который, тем не менее, оставался от меня закрытой всю предыдущую жизнь. То есть, скажем, 25 лет я не слышал об этом ни слова, а по некоторым вопросам прямо интересовался. Но мне рассказывали либо такие причёсанные и приглаженные легенды, либо переводили темы. В общем, с какого-то момента у меня уже перестали каждый раз глаза на лоб вылезать, когда я узнаю что-нибудь новое про эту тему. Просто я подметил, что женщины владеют такой, сейчас пока говорил, мне термин в голову пришёл. По-английски это называется dark matter, по-нашему тёмная материя или антиматерия. Хороший вариант названия, надо подумать. Тут явно просматривается намёк на тёмную сторону Деметры, тёмная сторона материнства, скрытые данные, кто чей ребёнок на самом деле. Хотя, конечно, термин не отражает вот эту вот всю проникающую сущность этого скрытого знания, этих скрытых ниточек, которые протянуты совершенно невидимым для мужчин образом в их собственной семье. То есть пронизывают всю их повседневную жизнь, при этом остаются совершенно для них незаметными, невидимыми, неизвестными. Последний раз, когда похожая вещь произошла, мне было уже почти 40 лет, и я уже был сильно продвинутый человек в этих вопросах. И я многое знал, не только уже от супруги, я и сам частично встроился в эту систему, я об этом чуть позже скажу. Привёз подругу к маме в гости. Они пошли куда-то погулять на час. Люди впервые видят друг друга, впервые. До этого никогда не встречались и не разговаривали. И после того, как я вернулся от мамы из гостей, я от подруги узнаю снова новую для себя информацию, значимую информацию. Не космической значимости, там, не уровня, кто чей на самом деле ребёнок, но весьма значимую информацию узнаю от подруги. Информация, которая 40 лет от меня была закрыта. И я больше чем уверен, что такой информации ещё много. То есть, всё, что я получил в результате этих вот утечек, контролируемых и неконтролируемых. А я думаю, что, честно говоря, большинство утечек такого рода делаются управляемым образом, делаются осмысленно, с какими-то целями. Я думаю, что такой информации всё ещё много. Вот эта тёмная материя, антиматерия, она, как я думаю, скажем так, очень сильно подозреваю, пронизывает фоновую историю любой семьи. И мужчины эту информацию получают по большей части либо случайно, либо в результате такого вот управляемого слива. Я далёк от того, чтобы думать, что женщины застоят в неком закрытом сообществе, какой-то тайной организации. Но сам факт наличия вот этих вот скрытых связей у меня сомнений не вызывает. Это просто реальность данной в ощущениях. И женщины, руководствуясь с некими не совсем понятными принципами, обмениваются этой информацией. Иногда, конечно же, встраивая в неё и дезинформацию. Когда они хотят чем-то навредить или ввести в заблуждение другую женщину, то в этот вот скрытый канал они вносят помехи. Удивительным образом, одним из побочных результатов развода, наряду с тем, что у меня стали гораздо более прочными связи как с роднёй вообще, так и с детьми в частности, я также получил ограниченный доступ к этим знаниям со стороны семьи. Я думаю, конечно, что мне раскрыли гораздо меньше информации, чем они обладают. Я думаю, что самые тёмные секреты остались в тайне. Но сам факт, что в моей семейной ячейке женщины нет, при этом я являюсь фокальной точкой пересечения для детей между разными ветками, и, видимо, поэтому женщины рефлекторно считают, что мне нужно знать некую дополнительную информацию, которую обычному мужчине знать не нужно. Либо она ему навредит, либо он с её помощью кому-то навредит, умышленно или неумышленно. В общем, в своей семейной ячейке вот этой вот феминной стороной, которая владеет этим самым антимиром, в данный момент являюсь я. И многое из этой информации действительно сложно переваривать, особенно, когда ты узнаёшь что-то, что меняет твой взгляд на целую жизнь другого человека. То есть, тебе вдруг становится совершенно понятно, что для понимания, почему его жизнь пошла вот так, не хватало знания о ключевом, важнейшем, таком, тектоническом событии, которое случилось у него там где-нибудь на ранних этапах жизни. И это событие определяло всё то, как потом жизнь пошла. И это совершенно очевидно задним умом, то есть, когда ты видишь, теперь, а-а-а, так вот, почему он там вёл себя вот так, так и так, или, а почему она делала вот так и так и так, и почему тут такие отношения были странные. Вот оно, в чём дело. А я-то всё время думал, почему вот здесь что-то не складывается? Почему мне всё время казалось, что здесь какое-то тёмное пятно, какая-то тайна. Как говорил товарищ Буратино, тут кроется какая-то тайна. И обладая знаниями вот об этом довольно ограниченном наборе, мне кажется, что я теперь с довольно большой вероятностью могу предсказывать, каких событий в истории какого-то человека или семьи не хватает для понимания, почему их жизнь сложилась именно так. На самом деле, вот это внутреннее чувство, что, когда ты слышишь очередной рассказ о семейной истории, тебе что-то рассказывают, 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 там, вот так вот, там, такое-то было детство, потом мы познакомились, потом-то развернули, вот так пошла жизнь. И в каких-то местах ты думаешь, что-то в этой истории не клеится, что-то тут вот не стыкуется, какой-то переход логический пропущен. А поведение вот этого человека ям не стыкуется вот с этим поведением, что-то не хватает. Вот это вот такое тёмное пятно, какой-то отсутствующий элемент пазла, я начал чувствовать довольно рано, уже, наверное, лет 20 назад. Но максимум, что я ощущал, это такой вот, как бы, ну, некую недосказанность. Потом, когда у меня подозрения начали усиливаться, я примерно начал догадываться, как это работает, просто потому, что мне стала частично приходить информация из этих вот закрытых каналов. Я стал догадываться, что в этих моментах, когда вот вам рассказывают семейную историю, вы ясно слышите, что здесь что-то не клеится. Вам излагают ложь, скорее всего. Если излагает женщина, скорее всего, это ложь осмысленная. Вот, если это излагает мужчина, скорее всего, он излагает легенду, которой его приучили воспроизводить. Он говорит, это произошло вот так, и по тому, и тому. На самом деле, он не знает, почему это произошло, и в чем был настоящий механизм. А настоящий механизм какого-то крупного события в его жизни, которое он воспринял как какое-то там, не знаю, знамение сверху, на самом деле, просто две-три женщины собрались и решили его судьбу. И вполне вероятно, одна из этих женщин была его мама. Наверное, третью аналогию, которую стоит привести, хоть она и не про женщин, кусочек из одной из лекций Дэвида Ирвинга. К огромному сожалению, нет ни одного русского перевода, ни одной лекции Ирвинга. Надо вообще будет как-нибудь взяться и это исправить. Так вот, кусок лекции про Черчилля по книжке «Война Черчилля». Ирвинг рассказывает про кейс с бомбардировкой Ковентри и показывает, что вокруг Черчилля в этот момент крутилась целая группа людей, которые видели его там накануне, утром, днем, вечером, и каждый из них видел что-то свое. И каждому есть что рассказать. Но, тем не менее, в целом вся ситуация осталась закрытой от публики и даже люди, которые там находились, все равно не поняли, что происходило. Иногда были просто удивлены и не понимали, что это вообще происходит. И из ныне живущих людей только один человек, это сам Дэвид Ирвинг, взяв несколько источников, сопоставив их, наложив, воспроизвел настоящую картину того, что было вот конкретно в этом эпизоде и, собственно, и рассказывает его в лекции и это звучит крайне интересно. Так что, когда Черчилль получает пакет с депешей, что бомбардировка будет не в Лондоне, а в Ковентри, это, естественно, стало известно заранее, потому что была машина-енигма, Черчилль разворачивает машину на 180 градусов и говорит окружающим «Я возвращаюсь в Лондон, так как узнал, что сегодня будет бомбардировка и я не могу оставить своих соотечественников переживать такие чудовищные события, а сам при этом находиться в безопасности». На самом деле, говоря все это, он как раз знает, что бомбардировки Лондона сегодня точно не будет, а бомбардировка будет совсем в другом месте, он знает где. И когда вечером того же дома он выходит на крышу и грозит кулаком в небо «Пусть они летят, пусть кидают бомбы, я буду стоять здесь». Окружающие люди не понимают, о чем вообще вся эта сцена, но сам Черчилль знает. Ну и еще люди, которые ему телеграмму эту сформировали и доставили. Вообще вся эта система с скрытием кодов, с энигмой чем-то похожа на то, что происходит вот в этой вот семейной антиматерии. Есть скрытые потоки информации, соответствующие люди читают абсолютно все, когда им нужно слить, часть они сливают, когда им не нужно слить, часть они не сливают, когда им очень нужно, они подкладывают дезинформацию. Хороший пример такой серьезной дезинформации приводит тоже Ирвинг, не помню в какой из лекций, где рассказывает про труп садовника, которого одели в офицерскую форму и выкинули из торпедного аппарата под лодки с пакетом поддельных документов о якобы планируемой операции военной, крупной. Причем этого вымышленного человека снабдили огромным количеством деталей, каждая из которых подлежала проверке. И именно с этого вымышленного офицера с пакетом поддельных документов я начну разговор в следующем кассете, посвященном самой системе психологической защиты Тристан. всем пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok